Это программа «День с толком» в студии Рина Корчегина. Я приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Вот о чем расскажем сегодня. Спутник ВИМ массового применения. Как на Алтае идет масштабная вакцинация от коронавируса. И кто не боится ставить прививку? Пандемия подняла на пик популярности дома на земле. Надолго ли? И что еще нужно знать о рынке недвижимости в 2021? Помогать словом сегодня свой профессиональный праздник отмечают журналисты. Живут без воды. В селе Краснояра Троицкого района две улицы. Это почти 200 человек, и они оказались отрезаны от водопровода. При этом подвоза воды нет, говорят жители. Они топят снег для элементарных нужд или ходят на колонки других улиц. Информация о коммунальной аварии в Красноярах появилась сегодня в пабликах края. Там причиной называли то, что водонапорная башня перемерзла. В администрации поселка нам заявили другое. В сильные морозы в начале января в поселке произошло отключение электричества. Из-за этого водонапорная башня перестала качать воду и опустошилась. Когда электричество восстановили, башня стала наполняться. Вот только вместе с водой со дна начал подниматься ил, который затем попал в трубу и засорил ее. Именно поэтому воды нет, объяснила сотрудница администрации поселка. Трубу нужно вырыть и прочистить. В поселке ждут технику. Уже более двух тысяч жителей края поставили новую вакцину от коронавируса. Из них почти полтысячи поставили уже вторую прививку. Напомним, вторую дозу «Спутник Ви» вводят на 21 день после первой. И, кстати, в крае начали вакцинировать от коронавируса людей старше 60 лет. Но пока это единица. Алена первой из своей семьи решила поставить прививку от коронавируса. Про теории заговоров и массовое чипирование девушка слышала, но признается, у нее адекватное отношение к прививкам. Перед Новым годом Алена позвонила в больницу. И вот спустя две недели ей ставят тот самый «Спутник Ви». И с медиками пообщалась. Разное двоякое мнение. Но я считаю, что риск, что пострадает кто-то близкий, это гораздо более серьезный риск, чем какие-то возможные последствия от прививки. Массовую вакцинацию «ГАМ-КОВИД-ВАК» в Алтайском крае начали в конце декабря. Она продолжалась в праздничные дни. На сегодняшний день «Спутник Ви» поставили уже более двух тысяч жителей региона. Еще полтысячи поставили вторую, финальную прививку. В основном это люди среднего возраста – 40-60 лет. Противопоказанием является острое заболевание вирусное на данный момент, беременность, грудное вскармливание. Переболевшим людям, которые переболели ковид и пневмонией вирусной, вакцинация разрешена через 6 месяцев после заболевания. В Барнауле новую вакцину ставят только в двух точках – в больнице номер 1 и 9. У препарата особые условия хранения. Здесь прививают всех жителей края, которые могут добраться до поликлиники. А в целом в крае прививают от вируса всего в трех городах – в столице, Бийске и Рубцовске. Данная вакцина гамм-ковид-вак хранится в морозильной камере. Температура хранения – минус 18. Мы можем использовать для хранения вакцины то оборудование, которое используется для хранения препаратов крови. 80% территории у нас на сегодня имеют такое оборудование. Ну и, соответственно, за 30-го нам поступило еще 10 морозильных камер, которые мы раздадим приоритетно в поликлинике городов Барнаула и Бийске. И выйдем уже на массовую вакцинацию не четырьмя учреждениями, которые у нас сейчас вакцинируют, а полностью всей сетью первичного звена. То есть 92 учреждения будут участвовать в вакцинации населения. На сегодняшний день в регион поступило около 13 тысяч доз «Спутник Ви». В ближайшее время придет еще почти 100 тысяч доз. Кстати, в некоторых поликлиниках очередь на вакцинацию уже расписана до февраля. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком. А тем временем за минувшие сутки от коронавируса умерли 14 пациентов. Общее количество новых заболевших – 199 человек. 180 сегодня отправились из госпиталя домой. На стационарном лечении находится 1740 человек. Пациентов с тяжелым течением болезни – 345. На аппаратах ИВЛ – 102 пациента. А вот грипп на Алтае не выявлен, несмотря на сезонность. Об этом сообщают специалисты Роспотребнадзора края. За первую неделю 2021 года в крае зарегистрировано почти 4,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Половина из них – дети до 14 лет. Поэтому эксперты повторяют – нужно соблюдать меры профилактики, почаще мыть руки, особенно после посещения общественных мест, дезинфицировать столы, дверные ручки, особенно гаджеты, ну и, конечно, носить маску, не забывать высыпаться и заниматься спортом. Выявить самые серьезные проблемы со слухом, а главное – вовремя принять меры. В Центре охраны материнства и детства закупили новое оборудование стоимостью 20 миллионов рублей. Что говорит статистика и почему важно проводить диагностику слуха у новорожденных, расскажем прямо сейчас. Не бойся. Вот так, молодец. Всего несколько минут и врачам становится ясно, если у ребенка есть проблемы со слухом, даже на самой ранней стадии. В Краевой детской больнице давно ждали новое оборудование для диагностики слуха. Обследование здесь проводили и раньше, но это оборудование более качественное и точное, говорят врачи. Что важно для детей – диагностика безопасна и безболезненна. Получили бирофон, который позволяет новорожденному ребенку проверить в течение нескольких минут проведение звукового сигнала. То есть это самый, скажем так, дорогой аппарат на сегодняшний день в Алтайском крае. Такого аналога нет ни у кого. Аппарат «Оторит», который предполагает скрининговое обследование деток тоже от нуля до 18 лет. Также в больницу поставили и другие аппараты для диагностики слуха общей стоимостью почти 20 миллионов рублей из краевого бюджета. Ежедневно здесь обследуют 10-12 маленьких пациентов и по статистике на тысячи новорожденных выявляют одного тугоухого ребенка. В особой группе риска – недоношенные дети с экстремально низкой массой тела. Врачам важно вовремя остановить заболевание. После рождения обязательно сейчас проведение аудиологического скрининга в роддоме. То есть всем ребятишкам проводят этот скрининг. Если этот ребенок не прошел по какой-то причине, этого ребенка обязательно через месяц мы ждем на приеме. То есть это рекомендация из роддома, всем пишут в выписке. Кстати, новое оборудование в детской краевой больнице не имеет аналогов во всем Сибирском федеральном округе. Такие аппараты можно встретить, например, в Москве или Санкт-Петербурге. Теперь высокая диагностика доступна и маленьким жителям Алтайского края, которым еще столько предстоит услышать в этом большом мире. Ирина Корчагина, День с толком. И к другим темам. Строители приступили к демонтажу торговых павильонов, расположенных вблизи с бывшим стадионом «Локомотив». Хаотично расположенные палатки уходят в прошлое. Сегодня на объекте побывали и наши корреспонденты. Вот так центр города приобретает новый образ. Некогда заброшенный стадион «Локомотив» уже почти разобран. Сегодня почти полностью снесли стену стадиона, который в 90-х пристроили торговые павильоны. Скоро уберут и их. По мнению экспертов, они никогда не красили центральную площадь города. Во-первых, они временный характер носят. Это же не постоянные, они капитальные постройки. У них, они в любой момент, они могут быть снесены. Вот, конечно, такие лотки, ларьки и павильоны – это все наследие, наверное, еще постперестроечных времен. И, безусловно, это не красит наш город, наоборот, он какой-то такой провинциальный характер носит. Территорию, где располагался стадион, готовят по строительству большого квартала «Локомотив» почти на 4000 квадратных метров жилья. Первый уровень застройки также отдадут по торговой площади, но уже нового, современного формата. «Разрешение на проведение работ по реконструкции у нас уже получено. На данном этапе мы организовали и ведем уже работы. На сегодняшний день демонтировано здание трибун, идет восстановление здания. И на данном этапе нам необходимо продолжить демонтаж павильонов по стороне улицы площади Победы, в связи с чем мы будем в ближайшие дни устанавливать ограждения». Первые три павильона разобрали уже сегодня. А специалисты уверены, что за три года здесь появится полноценный жилой квартал, изюминкой которого станет исторический фасад стадиона «Локомотив», который обязательно восстановят. Никита Ирмаков, Алексей Фризин. День с толком. В Барнаульцах проснулась тяга к земле. В период пандемии резко вырос спрос на земельные участки и частные дома. За ними резко подскочили и цены на 20-25%. Сколько продлится мода на домики в деревне и что нового ждет рынок жилья в наступившем году, выяснял Илья Кочетков. Елена Иванова с мужем и детьми переехала в этот дом в поселке Пригородном накануне Нового года. Сама бывший городской житель. Говорит, на смену жилья решились почти сразу. И всего за месяц в рекордные сроки решили квартирный вопрос. «Практически в черте города. Я от района, где мы раньше проживали, всего лишь 8 минут трачу на дорогу. И тем не менее, и воздух здесь другой, нет суеты». Елена признается, о возможности переехать в частный дом думали и раньше. Но пришла пандемия, самоизоляция и принятие решения ускорилось в разы. «В доме есть дети. Я устала им объяснять, что облизывать перила в подъезде – это чревато последствиями в нынешней ситуации. Хочется проводить больше времени на свежем воздухе». Дом купили за живые деньги, не в ипотеку. Сумму Елена не озвучивает, но говорит, что она сравнима с ценой на квартиру. Только говорит, плюсов больше. Теперь, даже если самоизоляция не повторится, возвращаться в городскую квартиру Елена не намерена. Она говорит, за 2020-й многие из ее знакомых либо уже переехали в частные дома, либо собираются в ближайшее время. То, что ушедший год подарил новый тренд, все на природу, подтверждают и риэлторы. Марина Ракина говорит, причина не только в пандемии, но и в том, что к 2020 году на рынке жилья сошлись звезды. А в 2020 году в связи а с пандемией, б с господдержкой на сельскую программу господдержка по сельской ипотеке и в это экономическое состояние рубля на сегодняшний день, все привело к тому, что произошел достаточно резкий скачок спроса на именно отдельное жилье, загородное жилье. Стали раскупать дачи, участки, дома в пригороде и деревнях. При этом важно и то, что к этому времени во многие села и поселки пришли наконец отопление, вода, местами газ, появились хорошие дороги. Спрос, как говорится, породил предложение и привел к росту цен. Марина Ракина вспоминает, что еще весной и летом наблюдала, как стоимость могла разом вырасти на 20-30%, что стоило 3 миллиона, вдруг продавали за 4 и больше. Вместе с этим воспрял рынок первичного многоэтажного жилья, в основном благодаря господдержке застройщиков. Президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова говорит, что в совокупности факторов сейчас выгоднее брать ипотеку на новостройку. Даже несмотря на то, что цена за квадрат выросла с 45 примерно тысяч до почти 60. Ипотечные программы 5,85 дают банки, ставка годовая. Соответственно, клиенту, в принципе, просчитывали, ну, нагрузка не настолько такая, то есть это посильная нагрузка для наших клиентов. Что касается застройки, то, возможно, 2021 станет годом, когда облик Барнаула начнет меняться необратимо. Прежде всего, новые районы будут появляться за ареной вплоть до аэропорта. На потоке начнут активнее сносить ветхое и строить новое жилье. Частный сектор Зосити тоже начнет исчезать, уступая место новостройкам. И, наконец, строители будут активнее осваивать гору. Правда, рост предложения не обязательно сильно повлияет на цену. Специалисты уверены, что по меньшей мере до середины года квадратный метр останется достаточно дорогим. Что будет дальше, сказать трудно. Прошедший год показал, что события в мире, а значит и в сфере недвижимости, случаются внезапно и непредсказуемо. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком. В Алтайском крае участились случаи, когда мошенники под видом сотрудников МЧС навязывают платные услуги и пытаются что-либо продать, например, противопожарное оборудование. Также якобы представители ведомства звонят в организации и заявляют о внезапных проверках, шантажируя и вымогая деньги. Отметим, что сотрудники МЧС не могут заниматься коммерческой деятельностью, а также брать деньги у граждан за свою работу. Лучший способ обезопасить себя от преступников – потребовать удостоверения, либо зайти на официальный сайт МЧС России, где размещена информация о должностных лицах, указаны все телефоны. Сегодня в регионе сотрудников СМИ впервые наградили званием «Заслуженный журналист Алтайского края». Обладателями наград стали двое журналистов из газеты «Алтайская правда». Также почетные звания «Заслуженный журналист Российской Федерации» получили два алтайских журналиста, тоже, кстати, из «Алтайской правды». Это Олег Купчинский и Евгений Шумилов. Остальных сотрудников СМИ – это более 20 человек, газетчики, телевизиончики, радийщики – наградили медалями и благодарностями от губернатора за многолетний труд и личные заслуги. Среди них есть и журналисты нашей сибирской медиагруппы. Это сотрудники газет «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», информационного агентства «Толк». Ну и помните, что если газету держать холодильнее, то вы всегда будете иметь свежие толсты. Виктор Томенко признал, что этот год был непростым и для журналистов. Да, они не остались без работы, но работать приходилось в непростых условиях. Писать эфиры из дома, снимать ковидных пациентов в красных зонах, очереди в больницах. И часто именно благодаря публикациям СМИ чиновники Минздрава и правительство края обращали внимание на проблему отдельной семьи, пациента, которые не могли добиться банальных рентгена, тестирования на коронавирус и не только. Сами они не носят белых халатов, но так же, как врачи помогают людям. И хотя сегодня поздравления принимают десятки корреспондентов, особого внимания всегда заслуживают мэтры. Об атлантах алтайской журналистики, выдающихся представителей этой профессии и покорителей столиц из нашего региона расскажет Валентина Аскерова. Вот эта кукла, у него на заднице есть его имя. Это американский радиожурналист середины прошлого века. Он такой был харизматичный, яркий, но с таким пессимистичным взглядом на мир и бухал, грубо говоря. И от того и боже. Но остался в истории. И кукла тоже есть. Вот так с ноткой юмора началась беседа с гуру российской алтайской журналистики, шеф-редактором «Алтайской правды» Олегом Купчинским. Лауреат нескольких премий, конкурсов. Автор сотен захватывающих публикаций, преподаватель. А ведь всего этого могло бы и не быть, если бы не случай в раннем детстве. Я в четыре года или в три года изорвал газету «Правда». Это была центральная газета, главная газета страны с портретом Брежнева. Ну, просто порвал и порвал. А потом начал клеить ее. И родители решили, что я буду журналистом. Закончил факультет журналистики МГУ. Во время учебы попал в Барнаул на практику. Командировка сразу в район. По Петропавловскому район. Там была конфликтная ситуация в одной школе. Они гнобили молодого учителя. Девушка, новатор. Она что-то хотела изменить в школьной системе. И у нее был конфликт с директором школы. Я ее защитил. На меня потом набросились, потому что как бы как так. Я пошел против системы образования. Стал на сторону учителя. Но в итоге она потом стала таким хорошим новатором. Защищать и помогать такую миссию журналиста разделяет и Сергей Тепляков. В подробном представлении мужчина не нуждается. Его имя на слуху, наверное, у каждого жителя края. За 27 лет в профессии он помог многим. Я однажды статью писал. Человека из тюрьмы выпустили. Поэтому я думаю, что люди благодарны. Мы писали в Алтайской правде. Была большая, долгая история была. С поселком Восточный. Там людей не прописывали, не узаканивали землю. И у них было там очень много проблем. И там, слава богу, удалось что-то сдвинуть. И люди сейчас могут узаканивать и землю, и постройки. Сейчас Сергей Тепляков, так скажем, отошел от дел. Посвящает время написанию книг. Говорит, в профессии журналиста главное вовремя спрыгнуть с коня. Хотя по ночным рабочим звонкам иногда скучает. Тебе там звонят иногда в 11 вечера, иногда в 12. Или там едешь, и тебе кричат Сергей, звонят. Сергей Александрович, а у нас там то-то. А у тебя это сегодня в планах-то не было, одеваться-то уже некуда. От корреспондента на региональном ТВ до ведущей на одном из главных каналов страны «Россия-1» Ирина Гунькова в журналистике уже 9 лет. За плечами работа в НТВ, в программе ЧП, в дежурной части. Покорять вершины в СМИ Ирина начала на нашем телеканале. С ним у девушки связаны самые яркие воспоминания. Я как бы заявила тему, что мне надо было нырнуть в прорубь. Но все так, наверное, думали о том, что я все-таки не смогу. И на самом деле, это был первый раз в погружении вообще в ледяную воду. А верующие всегда считали, что вместе с телом в лечебской воде очищается душа. Ирина долго шла к тому, чтобы стать известным столичным журналистом, на которого будет смотреть вся страна. Покорять высоты девушка продолжит дальше. Главное, говорит, не забывать про отдых. Звонки людей для журналистов – признак доверия. Но, пожалуй, свой профессиональный праздник они бы хотели провести в тишине. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, на ютуб-канале. Для вас по-прежнему работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компании «Эвалар». До встречи в эфире. До встречи в эфире.